Всем привет! Вы на канале SEO Quick. Меня зовут Николай Шмачков. И меня улитовский Анатолий. И сегодня мы ответим на извечный вопрос, как рассчитать стоимость продвижения вашего сайта. Я коротко расскажу по схемам, Анатолий расскажет по своим методикам, и мы подойдем к общему виду. Я сегодня начну, и поэтому я хочу поделиться простой системой. Напоминаю, что стоимость SEO-продвижения в первую очередь состоит из трех составляющих. Первая составляющая, конечно же, это зарплата SEO-шников. Вы должны оплачивать труд, конечно же, те, кто вас консультирует, те, кто вам помогает, те, кто вам, допустим, дают стратегии, дают планы. То есть это та самая работа, которая входит в наш интерес. Любого человека, кто занимается SEO, будь то ваш штатный сотрудник, будь то вы наняли фрилансера, будь то вы наняли студию, это включено изначально в стоимость. С этим спорить бесполезно, иначе вы будете делать SEO самостоятельно. А если вы хотите это делать самостоятельно, посмотрите кучу роликов на нашем канале, посвященной этой теме. Вы можете попробовать и поймете, что это действительно труд и требует усилий, знаний и умений. Первым пунктом, понятно, едем ко второму. Второй пункт, конечно же, это работа сторонних специалистов. Если вы написали классный текст, если вы написали, там даже вы сами написали классный текст, его нужно проверить. Вы можете плохо знать свой язык, реально вы можете быть специалистом, но вы можете плохо знать русский, плохо знать украинский, плохо знать английский. Вам нужен труд редактора, который проверит, вычитает и исправит ошибки. Потому что поисковая система в первую очередь плохо ранжирует контент с ошибками, это ли знает любой SEOшник. И ошибки нужно исправлять, будь то орфографические, пунктационные и даже стилистические. Если Word умеет исправлять, то поверьте мне, Google прекрасно может найти ошибки в вашем контенте. Второй момент, это, конечно же, работа линкбилдеров. Да, вот эти самые люди, которые занимаются ссылочками, люди, которые договариваются, аутричат, общаются, проводят кучу e-mail рассылок, выбивают договора, выбивают договоренности, там разместиться, либо ходят на форумы и там пишут, пишут, переписывают, составляют ссылочку. Вот эти все люди линкбилдеры, они разных профилей, разных специальностей, разного уровня образования, разного уровня отклада, тоже входят в пласт линкбилдинга, профессия линкбилдеров тоже входит в эту часть. Теперь есть такой человек, как дизайнер, и иногда его работа тоже включена, когда вы создаете качественный контент, а не какую-то мусорную простыню, по-любому вы захотите его украсить, добавить картинки, инфографику, сделать качественные изображения, которые вы, допустим, дали в виде фотографий, их нужно отретушировать, конечно же, поджать, соответственно, они должны сразу быть залиты правильно, то есть все это делает дизайнер, и его труд тоже нужно учитывать в работе. Еще один такой человечек в SEO-студии, помимо SEO-шника, есть контент-менеджер. Вашу написанную статью в Word, с фотографиями, со всем еще, нужно залить, и нужно это сделать ручками, и нужно это реально заливать красиво, грамотно, чтобы она не посыпалась. Просто Ctrl-C, Ctrl-V не работает, и нужно грамотно заливать, грамотно ставить внутренние ссылки, там, где показал SEO-шник, не забывать про Title, Description и тому подобное. Этот труд тоже учитывается при составлении сметы в SEO-продвижении. И, конечно же, еще один человечек, который входит в работы по SEO-продвижению, конечно же, это человек, который занимается непосредственно переговорами со СМИ. Этот человек должен общаться, это ваш PR-менеджер в СМИ-сфере. Он должен общаться, договариваться, он как линдбилдер, но повыше будет, и он занимается этой всей работой. Конечно же, его работа отдельно стоит, он занимается не прямым, а утричем, он не просто занимается тупой email-рассылкой, его задача переговорна, он является персоной, и обычно это сотрудник SEO-студии, чаще всего. Либо владелец биржи, который занимается переговорами непосредственно со СМИ напрямую, некий такой посредник. Ну и, конечно же, третья составляющая крупная в вашем SEO-бюджете, это, конечно же, тамсда, которую вы платите владельцу площадки, который захотел разместить на вас ссылку. Не все будут, конечно же, размещать ссылки на вас. Любой СМИ просит какую-то таксу, любой блог просит заработать себе на хлебушек. Там где-то кому-то 10 долларов, кому-то 20, а кому-то 200. И в бурже, например, если не ошибаюсь, Анатолий, от 50 до 500 ссылочка может обойтись. Ну, я там вообще нет такого понятия цены. Оно может быть и 5 тысяч стоит, может и 50 тысяч. Ну, вот мы знаем, что вот Ахревс проводил исследование и говорил, что средняя стоимость поста до гостевой 50-500. Вот так вот она варьирует от качества. Ну, чтобы вы понимали, все хотят ссылки. Поэтому, когда вам выставляют план с мету по SEO, вы должны понимать, что ссылочное еще находится, еще там включено в стоимость. Либо не включено и об этом оговаривается. Поэтому вот напоминаю, да, вот это такие три ключевых составляющих бюджета. Соответственно, если вам выставили сумму там 3000 долларов и расписали, что она входит, вы должны понимать, что это три ключевых составляющих. Напоминаю, интерес SEO, работа сотрудников младших, которые работают в этом, и, конечно же, включенный бюджет на ссылки. Вот это так вот ключевые параметры, которые мы прописываем, когда готовим план с мету нашим клиентам. Кстати, вот интересно, знаешь, чаще всего я слышу вопрос от наших клиентов, сколько стоит SEO? Вот это вообще просто у них любимый вопрос. И я вам скажу, это так же самое можно спросить, сколько стоит машина? Сколько стоит построить дом? Сколько стоит купить яхту? Я вам скажу, ответ точно такой же, это зависит. Понимаете, каждый, когда мы продвигаем определенный контент, когда мы составляем контент-план, мы видим уровень конкуренции, мы понимаем, сколько страниц, какие ключи, сколько вкладывают ваши конкуренты, отсюда уже формируется цена. Потому что ответить на вопрос, сколько стоит продвинуть сайт, это невозможно без анализа. И основная масса сайтов проваливается. Почему? Потому что они просто пытаются банально, какими-то стандартными методами продвинуть свои проекты. Сегодня важно составить четкий план продвижения. Это первый этап, который оценивает SEO-шник, потому что он затрачивает время на анализ рынка, на анализ конкурентов, на стоимость их продвижения. Он ищет слабые места, где проще и быстрее. Поэтому, скорее всего, здесь нет понятия, сколько стоит SEO. Здесь есть вопрос, какой у вас бюджет. И этот бюджет необходимо сопоставить с возможностью продвижения определенных страниц. К примеру, вы говорите, у меня бюджет там 2000 долларов. Мы смотрим, опа, на 2000 долларов. По этим ключам мы можем продвинуть 3 страницы. Если это какой-то другой проект, мы можем продвинуть 100 страниц. Это зависит, понимаете? Потому что если конкуренты вкладывают в продвижение, к примеру, запросы там купить iPhone 10 тысяч долларов, ну как ты их подвинешь с бюджетом там 1000 или 500 долларов. И очень многие сайты провалятся в том, что они просто выделяют какой-то минимальный бюджет на продвижение какого-то выскочастотного ключа. Не делайте этого. Лучше найдите приоритеты и охватывайте их. Поэтому самое важное в стоимости продвижения сайтов это контент-план, это семантическое ядро, это поиск слабых мест, уровень конкуренции и отсюда уже только формируется цена, сколько стоит действительно SEO. И дополнительные параметры это создание контента. То есть вы тоже тут смотрите, сколько возьмет специалист за создание этого контента, потому что хороший копирайтер возьмет какую-то определенную сумму денег, дизайнер, чтобы нарисовать этот контент, потому что сегодня контент это не просто текст, это определенный дизайн, программист, который это все сверстает, программирует, сделает, потому что основная масса что делает? Они приходят с готовыми сайтами и говорят, надо продвинуть. Ну что значит надо продвинуть? Когда составляется контент-план, когда составляется семантическое ядро, уже вводятся ключи в Google и изучаются намерения пользователей. Есть ли у вас этот контент или нет? Если его нет, его надо создать. Это тоже расходы. Соответственно тут самая важная фокусировка. Если у вас минимальный бюджет, не пытайтесь охватить все. 99% сайта провалятся на том, что они пытаются продвинуть огромный пол ключей. Возьмите нашу компанию, мы не в топе по запросу продвижения сайта, но мы в топе по множеству других запросов и наш трафик составляет 5000 человек в день. Почему? Да потому что мы сфокусировались на тех местах, где конкуренты слабые. И соответственно у нас тоже бюджеты лимитированы, как и у любого из вас. Поэтому наоборот, фокусируйтесь там, где вы можете быть сильными. И это и есть как раз продвижение сайта. И конечно же специалист, который оценивает свою работу, который знает, что он делает, но он знает себе цену. Поэтому я вам скажу, что основная масса наших клиентов, это те, кто провалились на каких-то дешевых методах. Они идут к кому-то соошнику, кто говорит, я тебя за 50, за 100 долларов или там даже за 500 долларов продвину, он не получает результата, сливает деньги, теряет время и после этого он приходит в компанию посильнее, помощнее, которая имеет опыт и соответственно он за этот опыт платит. То же самое пойти к врачу без опыта, пойти на какое-то СТО, которое не умеет ремонтировать машину, где специалисты слабы. Здесь то же самое зависит от вашего уровня, с кем вы сотрудничаете, потому что хороший соошник, он знает себе цену и он вас направит. Самое интересное, потому что основная масса соошников, они куда направляют? На какие-то стандартные методы. Проваливаться, нет результатов, ну не знаю, не получилось. Соошник хороший направит, покажет и скажет, вот лучше идти в этом направлении. И последнее, не думайте, что соошник за вас все решит. Это то же самое, прийти к диетологу и сказать, слушай, я хочу скинуть там 20 килограммов веса, а за полгода набрать еще сверху 5 килограммов. Когда хороший диетолог вам скажет, надо тренироваться, надо правильно питаться, а вы там пошли на день рождения, на свадьбу, пропустили пару тренировок, а потом хоп, вес набрался. Ну, потому что на самом-то деле, соошник не решает все вопросы. Он только показывает, рассказывает и говорит направление, куда необходимо идти. Поэтому прислушивайтесь и совместно идите к вашим целям. Не пытайтесь сказать, давайте вот это проигнорируем, давайте здесь сделаем контент послабее. У меня нет возможности, у меня нет дизайнера, нет копиратора. Ну, а что? Соошник может обмануть поисковую систему? Нет. Тут надо идти до последнего, искать выходы из ситуации совместно. Николай, что добавить? Да, по поводу стоимости, захочу завершающим сказать момент. Вы когда просчитываете стоимость работ, вот вы правильно Анатолий сказал, у вас есть некий бюджет. От бюджета сеошник может с легкостью определить, какие направления выгоднее давить, где конкуренция слабее, где можно создать контент и его продвинуть. И еще очень важно, бюджет мы не имеем в виду какой-то разовый. За один месяц работ вам максимум, что выдадут, это только разве что там аудиты и какие-то исправления. Линкбилдинг – процесс долгий и растянутый по времени. Результаты вы получите где-то, как родится ребенок на 9 месяц. Поэтому оптимальный вариант для продвижения вам однозначно нужно набраться очень важному качеству. Это, конечно же, терпение. Вы можете сказать, что SEO – это дорого и невыгодно, но это не так. Согласно всем исследованиям, которые мы проводили на наших вебинарах и подчеркнули с Русланом Байбеком, например, на том же вебинаре, самые дешевые лиды сыпятся с SEO. 80% заявок на нашем сайте, которые падают за месяц, идут с SEO. Большая часть ключей, по которым люди заходят на наш сайт, это брендовый запрос SEO Quick. Мы при этом не продвинулись по запросу продвижения сайта, как правильно Анатолий сказал, но именно за счет этого у нас львиная доля заказов идет, потому что люди знают нас. Такой огромный трафик можно заслужить, лишь действительно действовать только по белым и достаточно простым стратегиям. Рекомендуем изучить, конечно же, нашу историю продвижения, посмотреть это можно на нашем YouTube-канале, мы несколько раз об этом упоминали. Ну и, конечно же, составление стоимости продвижения для каждого сайта мы делаем индивидуально каждому и каждый участник, кто приходит к нам на наши пятничные разборы сайтов, получает такой план работ и он индивидуален для каждого из них. Поэтому, если вас интересует продвижение своего сайта и сколько оно стоит, напишите мне ссылочку на аудит сайта, я оставлю в описании и не пропускайте наши пятничные эфиры. И последнее, что я хотел добавить, по поводу этого же запроса, мы так зацепились по продвижению сайта. К примеру, я могу просто визуализировать все это. К примеру, продвинемый запрос продвижения сайта может стоить там 50 тысяч долларов. И вы можете получить по нему там, допустим, 500 кликов в месяц, образно. Но, если вы возьмете 10 тысяч долларов и получите тот трафик, который у нас там 5 тысяч человек в день, вы, соответственно, получите намного больше. И основная причина в том, что мы не пытаемся взять трафик, где он перегрет, где конкуренты, где тысячи других SEO-студий. Мы находим, наоборот, слабые места. Так же самое говорю, Брандин говорит, даже я не могу продвинуться запросов по SEO, меня там нету. Почему? А потому что зачем? Какой смысл ему конкурировать с какими-то большими брендами, компаниями? Он находит, наоборот, слабые места и получает трафик. Спасибо, ребята, что смотрели нас. Пишите комментарии, задавайте нам множество вопросов. Кстати, мы обязательно ответим на все эти вопросы. Подписывайтесь на наш YouTube-канал, слушайте наши аудиоподкасты, также подписывайтесь в Apple и до новых встреч. И не забывайте про Telegram-группу, где можно с нами напрямую пообщаться.